Привет, я Александр Малков и на наших ресурсах университета ресурсной медицины ввожу новую рубрику такую «Отвечает доктор». Я буду отвечать на вопросы, которые задают на разных площадках, пишут вконтакте, в фейсбуке, на почту, на блоге и на некоторые вопросы сегодня я отвечу. Здравствуйте, хотел бы проконсультироваться, сломал пяточную кость ноги, можно ли ускорить срастание кости оборудованием, турманем, ковриком? Да. Из города Ялта пишут. Доказано, уже давно доказано о благотворном воздействии и магнитотерапии и инфракрасного тепла на срастание перелом однозначно. То есть, какой бы перелом ни был, самое важное, чтобы доктора-травматологи все делали технически верно, а использование турмалинового или турмалинового коврика, нано-керамического коврика ускорит заживление перелома. Это точно. Добрый день. Возможно, вам надоели вопросы о поле турмалиновой керамики. Ну, не надоели. Все же прошу ответить на мой вопрос. В данное время посещаю салон. Успела я провести двух шариков, задумалась о покупке мата, но пребываю в сомнениях. Боюсь, как бы не навредит. Не навредит ли прогревание на мать, если на нем сидеть, лежать, спать на низких температурах. Семь с ним выдерживаю. В данный момент страдают от хронических заболеваний эндометрит. Вот на такой вопрос ответить не могу. Почему? Собственно, 10 лет занимаюсь этим и понимаю, что произвести и продать оборудование полезное для здоровья – это полдела. Второе полдела – научить купившего клиента правильным пользоваться и довести до результата. Так как практически ни в одной компании, ни обучением клиентов, ни доведением клиента до результата после продажи не занимаются. Собственно, это и стало основанием для того, что я открыл с партнерами университета ресурсной медицины и в нем есть базовый, подчеркиваю, базовый двухмесячный курс обучения основным правилам, принципам использования вот такого оборудования. Например, вопросы воздействия температур, тепла, четыре воздействия тепла – они греют, греют, прижигают, перегревают – мы учим во второй сессии из восьми. Восемь сессий всего за два месяца. Про здоровье органов женских и мужских учим в пятой и шестой сессии. Это уже на втором месяце. Это как минимум три сессии. Нужно прослушать, чтобы понять ответ. Вы ищите ответ на свой вопрос про здоровье правильно. Обязаны были бы это сделать ваши продавцы, которые вам это продают. Ну, потому что вы пишите вопрос, понимая, что они этого не сделали. Поэтому мое предложение или же два варианта. Или полную консультацию взять и купить у меня. Напишите мне лично, если вы хотите просто консультацию. Или поступить на курс, обучиться и в ходе двух месяцев найти свой ответ, научиться вообще отвечать на свой вопрос. Этот курс базовый предназначен как для клиентов, пользователей, так и для сотрудников компании. Поэтому вот на такой вопрос ответить не могу. Это минимум три сессии и еще немножко рассуждений нарисовать. Первое, второе, третье. Принципы оздоровления органов. Например, женские органы оздоровляются принципу кино. Кровоток, иммунитет, нервы порожнее. А также для их здоровья нужно здоровье головы, потому что отсюда управляется вся гормональная сфера. Вот как я просто не смогу вместить такой объем в короткий ответ. Приглашаю вас на обучение. Думаю, это было бы логично. Опять же, хотите знать как поступить к нам на обучение? Пишите. Отвечу с удовольствием. В личную переписку пишите мне на Facebook. Вопрос следующий. Вопрос следующий задают ВКонтакте. ВКонтакте. Алла задает вопрос. Александр Викторович, вас беспокоят из Саратова. Обращалась к вопросам по поводу сына. Было обращение, да. Вопрос такой у Аллы из Саратова. Может ли массажная кровать спровоцировать увеличение количества маленьких черных родинок, если можно ответить? Если можно ответить. Отвечаю. Здесь вопрос простой. Поэтому отвечаю. На количество родинок, невусов, пятен родимых. Всего, что появляется на коже, а в идеале его быть не должно. Прежде всего, на появление этих штук влияет накопленный ультрафиолет. Ультрафиолет. То есть, вы загораете, вы пользуетесь солнцем. Ультрафиолет накапливается и в итоге появляются вот такие. Так считают дерматологи. По крайней мере. Раз. Раз. Для здоровья кожи имеет значение, конечно же, иммунитет, чистота органов в животе, не должно быть застоя токсинов. Но это вообще в принципе про здоровье кожи. Что может провоцировать? Инфракрасное тепло. Массаж. Никакого отношения к появлению вот этих пятен на коже родина не имеют. Не имеют. Как убедиться? Просто надо взять, открыть интернет, посмотреть черные родинки там как-то. Задайте вопрос по-любому. И там вот в описании, почему эти штуки появляются, и инфракрасного тепла, и массажа нету. Вот такой мой ответ на ваш вопрос. Алла. Александр уточняет вопрос. Вот Александр в контакте со мной списывается. Это клиент, который оплачивал консультацию, получил консультацию по одному вопросу, и задает еще ряд вопросов, что у него вопросов много. Он читает мои книги. Кстати, кстати, да, книги, книги. Три книги. Вот три книги. Сегодня могу вам показать уже три книги. Разные три книги. Не буду показывать, с какими компаниями я их выпускаю. Но, в общем, есть книги без компании. Уже вот такие три разные книги. Эти книги я подписал своим родителям. Сегодня я им родителям лично вручаю. Они первую читают. Это переделано. И две еще вручаю. Они очень с удовольствием читают. Даже мои родители мне доверяют. Так вот. Александр тоже читает книги и задает такие вопросы. «Пояс миостимулятор. Какая польза в похудении? Или лучше продать?» Вот вопрос. Купил клиент. Не знает вообще, поможет или нет в похудении. Про похудение. Вопрос ответил бы я так. В вопросе лишнего веса три части. Три. Первая часть. Меньше научиться надо кушать. И этому я учу и на курсе, и в книгах пишу об этом. Как хронически, в долгом времени научиться меньше съедать еды. Я, например, для этого предлагаю легализовать голод и избавиться от завтраков. В итоге вы будете кушать меньше, потому что приучайте себя к ощущению голода, что это норм. Просто пьете водичку до обеда. Ну и там целый еще взгляд на это. Кстати, это не мой взгляд такой оригинальный. Не мой оригинальный взгляд. Этот взгляд многие озвучивают. Мне давали ссылки. Ученые. Доктора об этом пишут. Вторая часть лишнего веса. Как от него избавляться? Это растратная часть. Больше двигаться. Это все то, что фитнесы, движения различные. Занятия, спорт, тренажерный зал и так далее. И третья часть. А вот если лишнее есть, то что с ним делать? Вот здесь миостимулятор может помочь. Но при условии жир спрятан организмом надолго. В жировой ткани мало кровеносных сосудов. И для того, чтобы жировую ткань пустить в расход, утилизировать, необходимо предварительно разогреть. И в это время в организме иметь голод, отсутствие еды. Только тогда миостимулятор будет помогать. То есть голод, миостимуляция, разогреваем, двигаемся и лишние жировые отложения улетают достаточно быстро и мягко. И при этом, кстати, миостимулятор будет подтягивать кожу. Потому что кожа тоже имеет такое свойство быть дряблой после того, когда вы теряете лишний вес. Про прижигание Александр задает вопрос. Продробное прижигание 2-3 часа в сутки. На кровати массажной в режиме 60-70 градусов это прижигание или нет? Прижигание это когда печет. Если не печет, это не прижигание. Ручной проектор на сонной артерии. Это прижигание, если печет. Топтание на массажере в втором сердце. Опять же, если печет, то прижигание. Если не печет, то это не прижигание. Так, маленький тепловой пояс, область живота. Лучше применять утром на голое тело или через майку. И как? А, так как много пота. Ну, конечно, из-за пота, из-за потения. Потение, кстати, тоже говорит. Чрезмерное потение говорит о том, что капилляров мало. Своя система охлаждения работает еще слабо. Поэтому из-за потения, конечно, лучше применять майки, простыночки. Ну, по крайней мере, комфортней. Как применять ковер для сна в летний период с одеялами легкой простынки? Мы под легкой простынкой спим. Круглый год, конечно же. При высоком давлении, как применять накидку на область шеи и плечи? Вот это уже вопрос, который подразумевает обучение. Обучение – это третья сессия в нашем курсе. Вход в мир без болезней. Университет ресурсной медицины. Про здоровье головы, шеи. А на второй сессии мы учим еще прижигание. Ну, концептуально гипертония излечивается двумя сценариями. Голова-шея, там 7 позиций. Плюс прижигание 2-3 часа за сутки надо научиться накапливать. Это мы учим во второй и третьей сессии. В курсе «Вход в мир без болезни». Потому, это огромный объем, чтобы ответить достаточно точно на него. Ну, вот такие были вопросы на сегодня, 3 июня 2016 года. Те, которые зафиксировали, дали. Я на них ответил вот в таком суммарном видео. Университет ресурсной медицины не жадничает. Я не жадничаю, делюсь, отвечаю. На большие вопросы, конечно, не могу ответить в режиме вот так вот. Пресс-конференции. Хорошо. Всем до встречи. Пишите. Мы с удовольствием будем отвечать на ваши вопросы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok